Нас два. Одиннадцать. Двадцать двадцать четыре. Вы на большем канале с Алием Соскиным. Итак, давайте опять к первоисточникам. К Зеленскому. Вот он, как говорится, в своем амплуа. Вот он сегодня, второго числа, выступил на своем канале. И заявил следующее. Десять сорок восемь. Пока больше нет. Постейні террористичні удари по местах Украины доводять, что тиск на Росию та их спильников недостатний. Констант. Сьогодні с четвертою ранку тривала повітряна тривога в местах Украины. Атака російських беспилотников, на жаль, є пошкодження. Постраждали в різних районах Киева. Там половину районов жахнули. Дома горят, эти многоэтажки. Все, как я вам объяснял, будет. Удар – это пошкодження булы. Полтавщина, Сумщина, Харків, Херсон и так далее. Сегодня, наверное, будет ночью Кривой Рог будет, Днепр будет, Одесса будет, ну и так далее. Дальше, как всегда. Я дякую нашим захисникам неба, Яки щоночи Збивають шахеди. Цього року майже Кожна ніч, Иногда и ранок, И день – Загроза шахедів. Ударних дронів, Яки Росії дав Иран, Яки стали одним з основних Знаряд російського терору Проти Украины. Потрібно, И дальше, Очень кайфовая вещь. Слушайте. Потрібно Більше тиску на российскую здатність. Еще больше. Кто тебе будет тиск делать? Зеленский. На российскую здатність. На российскую здатність. На российскую. Что такое здатність? Что такое? Способность, здатність, да? Він здатный, Он способен, да? Виробляти таку зброю. Слышите? Потрібна можливість Знищуваті бази Зберігання шахейдів. І всю наявно великий Этот генералісмісімус Стратег Зеленський. Слышите? Інфраструктуру їх Виробництва. Талагі. Мірової бляха мухарію. Этот лідер какой-то Прямо вселенського масштаба. Главнокомандуючий уже. Терористы, на жаль, Умеють використовувати час, Який дає їм Нарішучість вільного світу. То есть, Какого вільного світу? Ну, какого вільного світу? Украина – це концлагер. В Україні полностью отменені все. Да даже не хочу говорити. І так це вже просто, Блин, всім должно быть понятно. Добилися того, що, Ну, і мені пишуть об цьому, Говорят, Олег Веричав, Швейцарії, там, Вислали нескольких украинців. Ну, не тільки шли в Швейцарії. В Германії Нескільки тисяч Вислали украинців. Це, взагалі, Більше всіх, Дуже чим сирійців, Чим цих іракців, Там, турок і всіх прочих. Украинців більше всіх. Т.е. Ми видим полний Ігнор Со сторони Запада, Со сторони Польши, Со сторони Вот этих всіх союзників. Ну, Словакия, Венгрия, Венгрия, вони вообще говорять, Ребята, Ідите на мировую. Ми вам тут ничем помочь. Ну, Венгрия ж сказала, Она не буде подписывать соглашення С Украиной, С пунктом, Шо Украина, Поддержит Украину Вступление НАТО. Категорически заявили, Чтоб без этого пункта И чітко записать, Что Венгрия выступает Против вступления Украины И приглашения Украины в НАТО, Поскольку Венгрия считает, Что это будет началом Третьей мировой войны. Ну, і правильно считает. Поехал Фитц сейчас в Китай. Вот это люди конкретного Способа действий. Он встретился, Ну, свои задачи там Синдзипином решает И прочее. Понятно, Что он заявил. Он говорит, Что Словакия готова Присоединиться К этой платформе Друзья Мира Бразильско-Китайскому плану И начать усилия для этого прилагать. То же самое сейчас сказал Такаев. Казахстан готов в любом. Азербайджан. То же самое сказал. То есть, Серьезные, Разные люди, По-моему, Пашинян тоже, Армения, Говорят уже четким, Прямым текстом Зеленскому, Что ты, Да уже Запад весь пишет, Что выиграть войну Невозможно. То есть, Тебе никто ничего давать уже не может. Ну, Нечем давать. Мир идет, Ну, Блин, Даже не хочу уже объяснять это, Как бы, Цикл Кондратьева, Фаза болота, Депрессия, Полная некрофилия, Некроз, Ну, Трясина, Какие воины, Какое противодействие, Какое. В эти периоды вообще ничего сделать нельзя. Чем больше усилий ты предпринимаешь, Вот представьте, Да, Поместите кого-то, Вот это самое, И пусть он начнет барахтаться, В трясине, И он затянет сразу. Чем он тяжелее, Тем его быстрее затягивает. Путин Россию затягивает по полной программе. Но и Украину затягивает. Быстрее Украина идет ко дну, В трясину. К этим там, Рептолоидным существам. То есть, Что надо делать? Надо остановиться, Надо подложить под себя Какие-то, Как бы, Основы, Чтобы не тонуть в этой трясине. А что это такое? Это надо опереться от других, Которые тебе дают руку на спасение. Надо этим воспользоваться. А Зеленский, Как маленький какой-то вот, Ребенок капризный, Такой, Испорченный абсолютно, Который топает ногами, Кричит, Пребывает в истерике, Орет, Что нет, Он хочет стрелять, Дайте ему автомат. Он будет стрелять. Ну, Кого ты будешь стрелять? В этого монстра? Ты один, Маленький. Народ не хочет этого. Украинский народ не желает это делать. Но у меня, Я смотрел, У меня почему-то мало было, Я так не понял сразу, Я про Грузию поставил, Там материал. А потом, Как бы, Понял, Что Граждане Украины Боятся выборов. Потому что Все думают, Блин, Какие выборы? Придет, Или Зеленский останется, Или придет кто-то еще больше, Монстр, Который вообще всех у кокошит. То есть, Нет в повестке дня, Какой-то фигуры, Которая бы сказала, Все, Зеленский, Хватит, Ребята, Вы поиграли. Мы прекращаем ваш марафон этот весь. Весь этот ваш квартал останавливаем. Рассмеши до крови комика, Чтоб народ до крови смеялся. И страдал, и плакал. Говорит, По уши в дерьме, И над головой молнии сверкают. И давайте с этого дерьма, Выбираться. Правильно или нет? Кровавое, месиво этого. Надо выбираться. Да, Ну, Потеряна часть территории. Ну, Что делать? Ну, Потеряна. Пока да, Так. Как оно будет, Кто его знает? В Германии была разделена в 1945 году, До 1990 года. 45 лет. Корея тоже разделена, И вообще там еще хуже ситуация. Там, Про Корею, Когда мы говорим, Там всегда надо учитывать один важный момент. И в Германии ФРГ, И в Восточной Германии стояли иностранные войска, Которые помогали улучшать демографическую ситуацию. Там мужчины стояли, Там очень много мужчин. И в Венгрии, кстати, тоже. И в Чехословакии. И во Вьетнаме. С одной стороны, И с другой. А вот в Корее там практически не было этого. В Южной было, да, Там американцы. Поэтому Южнокорейцы абсолютно отличаются от северных корейцев. Потому что там очень много было американских парней и всех прочих. И они там стояли. Так же, как в Японии, кстати. А вот Северная Корея, Туда Мао Цзэдум, Когда стало понятно, Что уже Северная Корея не может удержаться, Идет эта вся южная, Эта армия Южной Кореи, Поддержанная американцами, И будет режим сметен. Тогда Сталин дал добро Мао Цзэдуму Ввести на вот эту восемнадцатую параллель какую, Или семнадцатую, Где раздел произошел, Один миллион человек китайцев. Причем это были такие китайцы, Вообще там забитые, Забитые из каких-то селений там, Все. Какие-то забитые крестьяне. И вот их поставили, Одели поставили. Очень похоже на то, Что сейчас Путин будет делать в Украине С корейцами северными. И это были мужчины. И после этого началась мутация Вот этой корейской части населения. Поэтому они сегодня абсолютно как бы разные, Ну, не в геном, может, А по своему, По своей структуризации, Своего видения жизни, Своих стандартов, Давайте так скажем. Поэтому в Северной Корее Такая диктатура абсолютная, А в Южной Корее Там другая ситуация. Там достаточно свободные люди. И, кстати, там христианская Это самое Парадигма Занимает второе или третье место Среди, Позвеличение. Это тоже очень характерно. В Северной Корее Там христианство запрещено. Там лучи чички И главный бог Это семья Кимов. То есть, вот это надо понимать. И тогда, получается, сейчас Как бы что делать в Украине? Вот что делать? Ну, я полагаю, что Можно ли выиграть войну? Нет, нельзя. Возьмут ли нас НАТО? Пригласят. Нет, не пригласят. Тем более, они возьмут. Возьмут ли нас Европейский Союз? Нет, в ближайшее время Даже про это думать нельзя. Ждет ли страну крах? Да. Дадут ли оружие? Нет, не дадут. Тех объемов, которые нужны, не дадут. Будет ли потеря территории? Да. Будет ли сокращаться поддержка режима Зеленского? Да. И его слух? Да, абсолютно. Идет ли страна к неконтролируемым бунтам? Да, я этим бунтам или бунтам, как правильно. Я считаю, да, идет. Приближается ли крах власти? Да. Я считаю, приближается. Ноябрь, декабрь. Ну, сто процентов. То есть, ну, если это все произойдет, будут ли наступать московиты? Да, наступают, конечно. Тогда, если вот все это будет, тогда что надо делать? Ну, тогда логично, да? Надо, но надо, то есть, можно ли с Путиным говорить так, чтобы достичь договоренности, которые устраивает Украину? Я считаю, что можно. Я считаю, можно. Можно вернуть назад Запорожско-Херсонский. Вот этот кусок. Ну, не знаю, насчет Мариуполя сложно мне говорить. Ну, Крым там, я вам рассказываю, это другая картина. И даже можно вернуть, если так уж захочется, Донецко-Луганскую область. Если захочется. Еще вопрос. Возвращать их или нет? Вот эти куски. Ну, можно. Можно. Ну, конечно, нейтральный статус, русский язык. Как второй. Вот. По статусу это соответственно, соответствующие, скажем так, изменение ориентации, восстановление транзита газа, нефти и так далее. Позитивный нейтралитет, позитивные принципы мирного существования. Нет проблем. И абсолютное невхождение в западные структуры. И возврат к традиционным ценностям. Все. Европейские ценности какие, расскажите мне. Возьмите Конституцию Греции, почитайте. Вот там, в Конституции, первая, вторая, третья статья. Там четко, что страна развивается на базе православного христианства. Все. То, что Мицитакис сотворил, ну так он нарушил Конституцию. И все население, его новая демократия промолчало. Абсолютно промолчало. Там полностью, в Греции, в Мицитакис, новая демократия попрали Конституцию. Все промолчали. Украине то же самое. То есть, есть ли аргументы такие, которые, как бы, покажут Путину, что это лучше так, идти этим путем? Конечно, есть. Но это не Зеленский должен быть. Вот эта вся верхушка должна быть, а в ей выконюшни должны быть очищены. Но должны прийти какие-то зрелые люди. Очень спокойные и зрелые люди. Очень спокойные и зрелые люди. Ну, в принципе, вот, если так мыслить, ну, Марчук мог бы. Мог бы Кравчук делать это. Мог бы. Марчук, Кравчук мог бы делать. Кучма не будет это делать. Он уже очень далек. Это все уже, вот эти все разговоры, эти интервью, интерфакс и прочее, это уже дешевка. Уже он, так сказать, отработанный материал. Абсолютно отработанный материал. Нужен кто-то другой. Ну, надо найти такие же. Есть люди серьезные. Есть люди серьезные. Нужен калибр. Нужен калибр, который не уступает Путину. Вот это надо сделать. Вот это надо сделать. Тогда, да. Тогда можно выровнять ситуацию. Путин тоже захлебнется, если он не переварит Украину. Даже ее часть не переварит. Поэтому они стали сейчас корейцев. Я вам объяснял, зачем они корейцев засылают. Но это ему не поможет. Это еще более усложнит. Это введение в игру еще новых непредсказуемых составляющих. Их просчитать нельзя. Ну, это как бы не всегда Путин любит устраивать такие балансы. Это введение в ареал, славянско-православно-христианский ареал, корейско-азиатского элемента, совершенно концлагерного, совершенно непонятными нормами. И совершенно другой духовно-религиозной парадигмой. Совершенно другой. Но это введение элемента хаоса, классического. Это то, что, в принципе, абсолютно смертельно для путинской системы. Ну, для украинской тоже. Для Запада тоже. Ну, вот так бы я вам объяснил ситуацию. То есть, фактически уже понятно, что вот этот крик истерии Зеленского, его окружение, это уже просто истерика. Что же вы меня бросили? Что же вы бросаете меня? Он хочет показать, что он готов тогда сдать Украину. Ну, как долго украинцы будут это терпеть? Это другой вопрос. Ну, сдаст он Украину. Если вы такие миллионеры, мультимиллионеры, такие тупорылые, такие долбодятлые, что бьетесь головой с утра до вечера, то это ваш вопрос. Ну, вы должны понять, что фактически дроны теперь будут бить. Все идет к тому, что Киев будет обстреливаться и бить, и по нем будут 24 часа в сутки. Киев, Харьков, ну, что еще видно, другие города. Ну, вот Киев, Харьков, два города, это будут 24 часа в сутки бить. Ну, ПВО не выдержит, абсолютно не выдержит. И пакеты американские не помогут, они все равно заканчиваются, а больше нет. Поэтому и денег тоже никто не даст. Денег нет, есть просто замороженные российские активы, их взять нельзя. Это все байда. На декабрь денег нет, дорогие мои, не верьте никому, увидите. Выход только один, я считаю. Это, ну, это в Верховном Совете должна какая-то группа людей появиться. За ними должны кто-то стоять и четко сказать, что Зеленский. Идти надо на обострение, что Зеленский, прекращаем бойню. Все, мы требуем, чтобы было объявлено перемирие. Прекращен огонь, все. Вот надо заявить это и все. И отмена военного положения, немедленно. Хотя бы 30-50 человек должно быть, депутатов. Надо выкинуть с головы этот угар патриотический. А те, которые хотят идти на бойню и всех других призывают, вот этих толстомордных, их надо туда бросить, сейчас туда, на Курахово и все. Их надо туда бросить. Пусть они там покажут, как они будут воевать. Нормально будет. А те, которые говорят, которые отмена военного положения и перемирия, они наоборот должны стать во власти. А кто хочет бойню, пусть идут на передовую линию. Вот и все. В чем проблема? Все просто. Ну, я так думаю. А вы как думаете? До новых встреч. До новых встреч.